Всем привет. Видеоинструкция о препарате дегидрокверцитин таблетки. Страна-производители Россия. Производители Валарзао, состав. Целлюлоза микрокристаллическая, носитель, дегидрокверцитин, стеарат кальция и диоксид кремния аморфный. Агенты антислеживающие. Дегидрокверцитин, флавоноид лиственницы сибирской в форме таблеток. Средство для нормализации вязкости крови и улучшения кровообращения в органах и тканях. Природный капилляропротектор и антиоксидант улучшает кровообращение, облегчает дыхание. Для сердца и сосудов способствует поддержанию в норме вязкости крови, сердечного ритма, артериального давления и уровня холестерина. Для легких и бронхов способствует поддержанию в норме проходимости воздуха в бронхах, тонуса бронхиальной стенки, функции легких и бронхов. Одна таблетка дегидрокверцитина содержит 25 мг биофлавоноида, что составляет 100% от суточной нормы. Дегидрокверцитин имеет ряд преимуществ. Максимальное содержание дегидрокверцитина в каждой таблетке – 25 мг, что в 2,5 раза больше, чем в известных препаратах, удобный прием – всего один таблетка в день. Биологически активная добавка дегидрокверцитин создана, чтобы помочь вам сохранить в здоровом состоянии сердце. Легкие и бронхи. Эффект достигается за счет положительного воздействия на сосуды этих органов и реологические характеристики крови. Мелкие капилляры и крупные вены пронизывают все ткани человеческого организма, доставляя в клетки питательные вещества. Неправильный образ жизни, хронические заболевания могут привести к структурному изменению вен, ухудшается тонус стенок, они не получают достаточно кислорода, образуются атеросклеротические бляшки, от чего кровоток замедляется. В итоге сосудистое русло перестает выполнять свои функции в полной мере. А ведь от состояния кровеносной системы зависит здоровье всего организма. Чтобы защитить сосуды от изменений, можно применять препараты с биофлавоноидами. Так называют растительные пигменты, которые играют важную биологическую роль для организма человека, выступая в качестве мощных антиоксидантов и капилляропротекторов. Наиболее действенный в этом плане флавоноид – дегидрокверцитин, выделенный из коры лиственницы сибирской. По строению он схож с рутином, но намного превосходит его по фармакобиологической активности. Попадая в организм, вещество замедляет процесс перекисного окисления липидов и улучшает метаболизм в венозной стенке. Таким образом сохраняется нормальная циркуляция крови, достаточная прочность и эластичность вен. Их стенки укрепляются и становятся менее подвержены структурным изменениям. Действия БАТ на бронхии легкие. Участвует в поддержании тонуса бронхиальной стенки, нормальной проходимости бронхиального дерева. Помогает облегчить дыхание. Способствует сохранению физиологических функций дыхательной системы. Действия БАТ на бронхии легкие. Участвует в поддержании тонуса бронхиальной стенки, нормальной проходимости бронхиального дерева. Помогает облегчить дыхание. Способствует сохранению физиологических функций дыхательной системы. Действие БАД на сердце и сосуды. Помогает поддерживать на оптимальных значениях вязкость крови. Способствует сохранению нормального сердечного ритма и артериального давления. Участвует в процессе преобразования плохого холестерина в хороший. Дает общеукрепляющий эффект на сердечно-сосудистую систему. Ограничений и противопоказаний по приему препарата в период беременности и лактации нет. Показания. В качестве биологически активной добавки к пище, источника дегидрокверция йотина. Взрослым по одному таблетке в день во время еды. Спасибо за просмотр.